раз раз вроде бы запустил запись загружаю сейчас посмотрим я нажал кнопочку control f1 горячую кнопку а пошла запись не пошла я не вижу на экране проверим графика fullscreen байк вот я вижу запись идет вот моя программочка бадикам тут она запускается бадикам 2015 мать эдишин так все равно буквы будут не видны потому что за качество записи не очень хорошая потому что компьютер не очень мощный так запустили ой так запустили запустили игру это у меня будут синие съемки синие съемки будут у меня вот эти вот синие микросхемки производится сейчас буду расширять добычу сырья это моя карта зеленые точки это намеченная граница в некоторых местах и эту границу закрепил в некоторых местах не успел как здесь где вот здесь вот моя граница я ее еще не не захватил вот мои автономные автономные системы автономные точки автоматически поставляются ремонтные наборы и роботы ремонтируют пушки если враги если жуки что-то ломают так что еще показать быстренько что еще показать вот границу я намечал когда красная зона была там вот здесь красная зона не переместилась за многие часы здесь немножко переместилась а справа вот если мы посмотрим на восток границы красной зоны переместилась вот тут была границы красной зоны тут я устанавливал укрепление это мое укрепление я сделал чертеж придумал синий судок автоматически запрашивает ремонтные наборы когда они заканчиваются и ремонтные наборы прилетают и роботы ближайшие где они тут находятся и роботы ближайшие самый ближайший робот он будет ремонтировать лазерные турели это мой прогресс такой так научные исследования все закончил нажимаю клавишу т все мои научные исследования закончены остались бесконечные научные исследования это урон ракетами урона пулями урон пулями от ружья урон лазерной пушки урон вот пушки которая пулями стреляет урон урон от огнемета и огненной пушки урон от роботов которые миньоны которые за тобой бегают потом дальность боя артиллерии бесконечно можно увеличивать это урон ару урон танка увеличивается танк стреляет с большим уроном это скорость стрельбы увеличивается бесконечно урон от гранат скорость рабочих роботов строительные и ремонтные роботы увеличивается добыча руды и камня нефти на два процента бесконечно бесконечное количество шагов количество миньонов боевые роботы которые тебя сопровождают увеличивается бесконечно бесконечные исследования но они очень дорогие они растут стоимость растет исследований я начал бесконечные исследования с со скорости с увеличение скорости роботов рабочих дальше следующий я хотел сказать об именах об именах имена робопортов уникальные в общем-то имена присваиваются персональные радаром лабораториям станциям железнодорожным станциям робопортам и локомотивам присваиваются всякие имена но менять имя мы можем только у железнодорожной станции все остальное как она названа так и названа не поменяешь имени пока так в этой версии 0 16 этот пункт прошел зачеркиваю зачеркиваю следующий пункт я хотел сказать робопорт действие дальность действия робопорта робопорт стоит в центре и вокруг него роботы действуют на зоне размером 110 на 110 строительные роботы и роботы транспортные зона 50 квадратов на 50 квадратов и робопорт в центре этой зоны электричество проведем подлагивает когда все таки запись идет когда видеозапись идет все медленно движется роботы медленные не могу записывать в реальном времени это несмотря на то что ухудшил качество записи но у меня все таки еще множество всяких предметов на карте карта большая я поставил очень много робопортов больше тысячи сейчас покажу сколько их нажимаю клавишу l на клавиатуре речь кнопка 1314 робопортов сейчас у меня робопорта удалять ломать не стоит пусть они стоят они пригодятся так так это пункт 2 в моем плане следующий пункт номер 3 до забыл сказать два еще два момента забыл сказать это моя третий за третья запись на тему факторио я еще хотел сказать как это слоган что ли солнце в чили я подумал что надо в каждом своем видео говорить эту фразу зачем-то значит в третьем пункте моего плана так 1000 проволоки а я в прошлом видео говорил что в сундуке где сундук любой сундук ставлю если у нас медные проволочки в сундуке в одном слоте 200 штучек стек значит 1000 штучек это 5 слотов в прошлом видео говорил что это 10 слотов мажите исправил зачеркиваю пункт следующий пункт так а ну скорость бега в экзоскелетах в общем то сейчас у меня как раз они одеты вот я бегаю со шестью экзоскелетами и по плитке сейчас побегаем где плитка у меня плитка плитка по плитке будет вообще быстро еще ну компьютер медленнее работает то есть на самом деле если не записывать видео то все это быстрее происходит про побежал человечек побежал человечек вот у меня лазерные пушки здесь лазерной турели уже они не нужны вообще их бессмысленно есть держать они у меня энергию занимают забирают они здесь не нужны лазерные пушки все эти граница на замке жуки не могут здесь размножаться на моей территории потому что играть они не могут пройти через границу поэтому роли этих лазерных пушек уже никакая роботы вы чё тут летаете отстали продемонстрировал я 6 скелетов вот немножко заканчивается у меня заряд аккумулятора чуть-чуть уменьшился из-за того что я бегал и давал задание для строительных роботов своих потому что мощности дух атомных реакторов как здесь сейчас два персональных ядерных реактора мощности их них по 700 киловатт каждый не хватает чтобы обеспечить работу шести экзоскелетов и двух раба портов я поставил 6 батареек продвинутых mk2 и этого хватает в принципе сейчас я думаю что можно поставить третий робопорт и убрать две батарейки или даже четыре робопорта можно поставить давайте посмотрим на 4 рапорта робопорта поставить и оставить две батарейки может быть даже так хорошо будет куда я бегу куда я бегу и зачем а еще пятый пункт и я хотел какой меня тут записан а я прошлой серии искал в дереве технологии где же тут можно открыть красные бутылочки тут нажимал тут я не нажимал везде нажимал в какой же как же открыть красным точки просто я забыл сейчас я уже вспомнил что красные бутылочки можно делать на старте игры достаточно только еще они делаются достаточно только добыть и меди научиться делать шестеренки ночью разделялась шестеренки добыли иметь сделали первые бутылочки вручную и сделали первое научное открытие первое научное открытие наверное какие лучше делать Электричество, конечно. Где у нас электричество? Где электричество? Ну, в первую очередь надо электричество продвигать, потом оборону башен. То есть на старте башенки, урон пулями, если мы играем против жуков, которые реагируют на загрязнение. После старта жуки атакуют через несколько часов. Так. Всё. Всё, что запланировал, я рассказал. Играю я по времени. 12 минут за 12 минут. Я думал, больше времени уйдёт. Дальше. Так, да. План у меня большой. Так. Ещё. Ёмкость жидкостного вагона это 25 тысяч жидкости. Нефти, например. Где? Увидеть. Где увидеть? Где увидеть? Посмотрим. Сейчас куда-нибудь. Это у меня новые станции разгрузочные будут. И не готовые. Так. Это мне надо сломать. Это не надо никому. Лазерные пушки, если стоят, они потребляют энергию. Их надо убирать. Так. Лишнее убрать. Лишнее убрать. В этом месте я кладу ненужные вещи вниз. И транспортные роботы всё это забирают у меня. и уносят в жёлтые сундуки. Так. Стены мне тоже не нужны. Дрова ненужные. Пик. Ничего не нужно. Всё есть. Всё есть. Так. Побежали. Где жидкие вагоны? Жидкие вагоны. Вагоны с нефтью. Сейчас добегу. Бегаю быстро. Нет. Я их не найду. Я их не найду. Так. Сколько у меня поездов? Ну, два поезда у меня уже отдыхают. Они уже без работы. Почему-то так, значит. Нефть, 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 нефть. Нефть набирается. Давайте посмотрим, что у меня вообще с нефтью-то происходит. Я недавно поставил два дополнительных поезда на рельсы. Электричества нет. Почему? Странно. А у этого? И у этого нет электричества. А где электричество? Тут есть. Тут есть. Тут есть. Очень странно. Поставим. Так. Теперь. Появилось? Появилось. Когда робопорт заряжается наполовину, он становится доступным для логистической сети. Если робопорт не имеет заряда своего, если он не заряжен, то он не является членом логистической сети, не является членом логистической сети, несмотря на то, что он пунктиром соединен с соседним робопортом. То есть, если робопорт не заряжен, он не активен. Не является членом сети. Он как отдельная ячейка только. Так. Побежали к жидкостному вагону. Посмотрим сейчас, чего нужно. Где у меня? Нефть. 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 Вверху. Где-то на севере. А. А вот моя геологическая взрывчатка. Она может взрывать скалы и выравнивать место. Ооо. Вот такие эффекты. У меня ее много производится. Я могу взрывать все, что хочу. Выравниваем и строим, что хотим. Очень удобная геологическая взрывчатка. Раньше, в ранних версиях, в факторию не было скал. Незачем было взрывать. Не нужна была взрывчатка. Потом появились скалы. Где мои нефтехранилища? Где мои нефтехранилища? Покажите. А, слева. На западе. Пушки лазерные уберем. Стены уберем. Ничего не надо. Роботы. Роботы. Так. Уран я стал добывать. У меня урановые патроны появились. С высоким уроном. Я их еще не пробовал. В действии. Не испытывал. Так. Уберем здесь пушки лазерные. Лазерные турели. Так. Смотрим, сколько нефти. О! Нефти у нас получился избыток. Профицит. Профицит нефти. Этого я и хотел. До того, как я поставил два дополнительных нефтяных поезда. Где они у меня? Сейчас посмотрим. Недавно поставил два поезда. Вот раз. Вот это место. Вот здесь у меня вышки нефтяные. Скважины. Вот поезд набирается. Посмотрим, какой, какая емкость. Вот я его покрасил в зеленый цвет. Сейчас он... В нем 40 тысяч нефти. А емкость одной нефти... Одного вагона 25 тысяч нефти. Вагон помещается в один. 25 тысяч нефти. Несмотря на то, что в нем нарисованы три цисцерны. Вот так. Графическое отображение одно, а емкость другая. Сказал. А то я другое видео смотрел, обучающее. А там игрок сказал, что 75 емкость. Нет, не 75. Так. Загруз. Загруз. Так. Еще тут я написал показать на карте загрязнение. А, загрязнение. Ну, вот я еще раз хочу показать загрязнение на карте мое. Производство... Объем производства большой. Вот моя карта. Здесь дальний радар. Установил. Показываю. На красный квадратик нажимаю. Показываю загрязнение. Вот такое загрязнение у меня. Воздух. Воздух загрязняется. Вот этими точками, маркерами, я обозначал границу загрязнения. Граница отползла на право, на восток. А на запад? На запад посмотрим, отползла. Нет, на запад не отползла граница. Она восток отползла. Еще так... Мои наблюдения показывают, что жуки не шевелятся, если нет загрязнения воздуха. Либо оно очень маленькое. Если загрязнение маленькое, то жуки не активные. Они не шевелятся. И не нападают. А если они в зоне загрязнения, то они начинают нападать, как здесь. Ну-ка, красненький треугольничек нажмем. Вот здесь они нападают на меня. Почему нападают? Так. Ага. Это граница у меня. И они нападают. А чтобы не нападали, что надо сделать? Ну, поставить артиллерию, может быть? Сейчас посмотрим. Нет, артиллерия хорошо здесь пробивает. А загрязнение... Что вы делаете? Вот, ломали мне здесь лазерные пушки. А ну, поставим, ладно, точку поддержки. Вот такую поставим. Роботы пролетят. Все поставят. Лазерные пушки поставят. Все-все поставят. Лампочки поставят. Посмотрим, если сможем. Если я наведу в нужное время камеру. Так, загрязнение показал. Так, объясню, почему у меня летали роботы. Куда я нажимаю? Сюда я нажимаю. Роботы у меня летали. Сейчас покажу, куда они летали. Они летали с рудой и с... Ну, с рудой, с медной рудой они летали. С железной рудой. Почему? Зачем они это делают? Сейчас покажу. Вернемся на базу. Ой, подлагивает. Ой, подлагивает. Сейчас таймер. Звенит. На, и картошка сварилась. Что-то сломали. О, борьба, борьба идет. Вот она. В действии. Это моя артиллерия. Стреляет. 428 фрагов. Строительные роботы. Летят. И хотят строить вот эту точку укрепления. А жуки не дают. Но это временное. Временные издержки. Артиллерия стреляет. Кого-то убивает. Жуки нападают. Но строительные роботы все равно закончат свое дело. Что-то... О. Провод не достает. Эй, не увидел. Добавим башню. Оп. Вышку добавим. Строительный робот поставит вышку. Потом это поставит. Потом это все будет на мази. Все будет на мази. Как у деда, ка мази. Синенькие лампочки горят, когда есть ремонтные наборы. В красном сундуке. Красный сундук. В нем сейчас 12 ремонтных наборов. Когда ремонтные наборы заканчиваются, лампочка синяя гаснет. Загораются другие какие-то лампочки. И синий сундук запрашивает новые ремонтные наборы. И роботы, строительные и транспортные роботы, летят и приносят, обеспечивают синий сундук ремонтными наборами. Это мой чертеж. Это я придумал все вот это вот. Я очень рад своему творению. Я наблюдал часами за работой своих роботов, как они все это таскали, строили. И эффективно все это показало. Показала эффективность вся эта схема. Потому что я захватил огромную территорию. И дальше ее захватывать просто не имеет смысла. Потому что затратно все это. Ее держать затратно. Так. Сбор мелких депозитов. Сбор мелких депозитов. Возвращаюсь на базу. Где у меня база, 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 база. Найти бы сундук этот синий. Заветный. Где он? Уже не помню, куда я его поставил. Разгрузочный сундук. Где-то на западе. Эх, где-то на востоке справа. Так. Это у меня железная медная руда. Железная медная руда. Ту-ту-ту. Пик. И где это все? Ну вот. Медной руды у меня нет в сети. Нигде не хранится. И железная руда тоже не хранится. О-ре. Ну в общем только урановая руда набралась. Не успевает перерабатывать. Ну а железная, где руда у меня? Железная руда. А, вот. Железная руда. Вот он сундук разгрузки. Он запрашивает непрерывно 24 тысячи железной руды. И транспортные роботы будут приносить всю руду, которая имеется в логистической сети в сундуках. В красных там или в желтых. Зачем? Показываю. Вот, например, есть у меня залеж меди. Небольшой залежи меди. Депозит меди. Где я его сейчас найду? Ну вот, сравнительно небольшой депозит. 500 тысяч. Это большой депозит. Вот. Небольшой депозит. Вот. Радар не стоит, не его вижу. 73 тысячи меди здесь хранится. Поезд. Может быть, незачем сюда тянуть рельсы, станцию, делать поезд. Сюда заставлять ездить. Я поставлю майнер сюда. Просто. И красный сундук. Вот. Наверное, сейчас тут у меня один майнер стоит. Я не знаю. Радар не поставил. Добежать, что ли, туда? Какая станция ближайшая? Доеду сейчас. Так. P.O.L. West 1. Сейчас доеду на поезде. P.O.L. West 1. P.O.L. West 1. А вот мой поезд. Где эта станция? P.O.L. P.O.L. West 1. Вот она. Поехали. Сейчас доедем. Посмотрим. П.O.L. West 1. Пока выключу газ. П.O.L. West 1. П.O.L. West 1. Это нефтяной поезд у меня. Где у меня залежи меди? П.O.L. West 1. На настойки. На настойки. На настойки. Железная руда потихонечку едет на конвейерах. красные провода я сигнале я тянул от майнеров к громко говорить и сигнализация сообщит мне когда в майнерах не останется железной руды когда будет ноль железной руды о когда железной руды не останется я получу сигнал на мини карте и внизу панели оповещений я вернусь и все сломаю сломал порядок вам пошел дальше где у меня медная вот медная руда поставить час не буду или поставить прикола ради шутки шутки ради и чертеж подходящий кучу жатюже и понаделал 16 ну и чё три часа проведем а вот эти синие голубые треугольнички показывают где нет модулей модули производительности модули производительности у меня нет модули производительности и модули производительности роботы будут вставлять сколько их надо еще есть два три раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять тринадцать майнер надо обеспечить давайте сломать те майнер есть бездельники от бездельников будем ломать они без модулей раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать еще один но остальные без модуль у меня были побежали побежали модули о модули сейчас будут ставиться вот так мои строительные роботы поставили модули поставим электричество чуть чуть не хватило модулей нажму правую кнопочку мышки синий синий прямоугольничек пропал теперь я поставлю красные сундуки оставлю красные сундуки я красный сундук то минус единственное в том что роботы транспортные когда летают они потребляют электричество энергию депозит конечно не очень большие 73 тысячи вот они будут забрасывать медную руду в красные сундуки электричество добавим в красный сундук попадает медная руда а за ней прилетают транспортные роботы справа я вижу информацию pick up 16 значит транспортный робот сейчас прилетит поставил модули по мере готовность вот забрал я сейчас за ним побегу вот вот они бегут летят на базу с медью с этой с медной рудой энергии не хватает они не могут идти по прямой потому что им не хватает энергии на преодоление какого-то участка открытого или закрытого поэтому они сворачивают под заряжаются и летят дальше сворачивают под заряжаются и летят дальше вот он свернул при побегу за этим побегу плитку не поставили какая-то чем они все им не хватает энергии поэтому они под заряжаются куда он летит да он летит сейчас проследим я уже не помню где я поставил разгрузочный сундук и таким образом я осваиваю мелкие депозиты руды и у меня получается все будет использована вся руда в округе что же вы все сворачиваете ну куда следите дальше не лети мой друг сердечный куда же он летит вот он под заряжается а сюда сюда летит вот у меня сундучок вот они сюда разгружать всю эту медь всю всю и когда в этом сундуке медь есть добытие меди останавливается из шахт из остальных мест из майнеров и поезда не будут разгружаться вот этот поезд не разгружается вот у него есть тут медная руда сундук полный медная руда не будет разгружаться и тут у меня такая хитрая система пока этот сундук полный пока этот сундук полный эти два сундука разгружаться не будут пока полный этот сундук полностью забитый остальные сундуки будут вот этот конвейер будет стоять медь не понять медная руда не пойдет это дает возможность разгружать поезд одновременно все вагоны будут разгружаться если не будет автоматического регулирования то поезд будет очень долго стоять пока не разгрузится последний сундук из последнего вагона а так когда эти автоматическое регулирование вагоны более-менее равномерно загружают разгружаются более-менее равномерно вот объяснил вот уже 200 расход меди что-то небольшой пока зачеркиваю показал что еще окно за доставки в инвентаре хочу показать как заказывать доставку у роботов открываю инвентарик кнопочка е вот здесь logistics вкладка и в ней всякие пиктограмм очки это предметы которые будут доставлять мне роботы транспортные вот все что здесь у меня указано будут приносить транспортные роботы в количестве которое указано 50 лампочек 48 45 сундуков 200 и красного провода 50 электро электрических печек 500 синеньких конвейеров и если я наложу мышку то эти предметы в моем инвентаре мигают если они есть артиллерия все есть у меня есть а все лишнее я скину вот здесь внизу трэш слоты и роботы транспортные будут забирать все что у меня здесь находится медная проволока показал дальше что да вот что я что хотел сказать если допустим мои далеко от логические сети меня на фигической сети заканчивается вот например зеленая зона зеленая зона и у нас есть провод есть сундук красный сундук поближе сундук электричество провели далековато таки так синий судук 5 что-то тут другой синие положим провода натянуты и вот такая ситуация что нам нужно использовать ну кей привод краски сундуки надо использовать но они вот это мигают мигать все время но как это все исправить если мы не хотим ставить робопорт то мы поставим стальные сундуки например или деревянные и эта сеть будет работать она соединена проводами логистической сеть не нужно все будет работать показал это я хотел еще ограничение количества проводов на вышке на электрической мы видим что на этой электрической вышке 5 проводов натянута медных а теперь я расскажу что в игре есть такое правило что вышку не может на электрическую вышку больше пяти проводов не может соединяться сейчас поставлю 6 вышек 1 2 3 4 5 просим провода провода для чистоты эксперимента сбросил а теперь мне нужен медный провод я вот только что выкинул раз два три 4 5 6 ну давайте медный провод подождем когда он пролетит то о индикатор показывает что нет меди потому что я сломал лишний майнер я сломал лишний майнер который был соединен проводом с сигнализацией надо вернуться поставить обратно провод это пластик я получил сигнализацию надо просто протянуть провод от майнера к сигнализации где медная проволока уже откуда летит ко мне и производите не помню он давай он давай сколько ждать ладно ставлю пока проволочка не пролетит поставлю паузу видео на паузу где у меня тут пауза какая кнопочка shift f1 shift f1 ставлю паузу я совсем забыл так совсем забыл а вот медная проволочка летит вам две штучки полетела посмотрим как мою строительство я хотел посмотреть что у нас там я заказывал уже строительство где-то и это было здесь а они все построили и привезли ремонтные наборы репая пакерем наборы . укреплена жуки уже не пройдут здесь вот они трупы поставлю еще одну точку здесь для спокойствие собственного а это я уберу они неэффективны и все нету медная провочка есть медная провочка есть я ее отсюда удаляю чтобы у меня они больше не приносили по мере расходования потому что если я буду брать роботы будут добавлять все время привозить меня на все время привозить а где эти мышки оставил ой я забыл где оставил вышки и это было тут столь боже мой что я что-то тут где-то тут столь взорвем это тут были они а вот они вот медный провод берем медный провод и тянем сколько правдов можно к этой вышке к центральной протянуть тянем один протянули два протянули три протянули 4 протянули 5 протянули 6 сейчас попробую посмотрим что получится мы слышим запрет мы не можем 6 провод натянуть полезная информация нет не знаю может кому пригодится так побегу значит ну что сколько я по времени играю 44 минуты недолго побегу исправлю ошибку восстановлю правильную корректную работу сигнализации и остановлю запись и загружу на youtube конечно поэтому я производство всякой всячины производство всякой всячины плитка тротуарная производится у меня вода руда что еще и каменный кирпич каменный кирпич руда железная и вода получается конкретно конкрет каменная плитка каменные плитки получаются и стены у меня много стен они уже не нужны стены вообще бесполезные конвейеры кстати вот эти полезные при на старте игры эти конверные ленты ставишь жуки битеры не могут подойти к пушкам их можно расстреливать не надо стены ставить не надо много пушек ставить просто они тормозят на этих конвейерах и пушки их расстреливают где мой поезд я заблудился опять не мой поезд где мой слой где-то там а там где-то непрерывное производство у меня нефтепродуктов нефть у меня перерабатывается тремя или не тремя сколько миг а нет мне их уже больше трех покажу мои заводики покажу перерабатывающие вот и было три а теперь 10 вода не и чё не работают они не работают почему-то вот дела нет что не хватает нефти хватает а газа излишний газ у меня лишний газ получается газа много избыток емкость газом на полная у меня два с половиной миллиона было где он производства а там далеко проверять не буду ну видимо то танки полные с газом производства вы переработка нефти притормозилась ладно а дайте я уж на поезд сяду где-нибудь а я уже сел я уже пришел прибежал 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 это что да отличное место для производства гнутых труб подвод подземные вот здесь у меня подземные трубы делаются в количестве 400 400 штучек поддерживается количество подземных труб полезная вещь подземные трубы очень нужны бывают побежали побежали я вижу на мини карте мигает желтый треугольничек а зачем не сюда а мне не сюда было надо куда мне надо было это тоже не надо уже чертеж деконструкции чертеж разборки разборочный чертеж ничего не надо уже все это оборона уже морально устарела у меня есть граница сейчас еще раз покажу граница на замке вот точки автономные вот эти эти автономные точки все держат все оборону держат никакие жуки пройти не могут плюс дополнительно у меня артиллерия артиллерия подавляет она разрушает гнезда и убивает червяков и разрушает гнезда артиллерия бьет на большом расстоянии все граница баланс игры сильно изменился после того как я сделал все эти открытия технологии чертежи придумал я уже здесь полна полноправный хозяин на этой планете мне уже жуки не страшны а где иметь вот гораздо красный провод а вот здесь красный провод не соединен сейчас проведем красный провод чтобы сигнализация заглохла и теперь у нас сигнал идет сюда правильный 123000 вся сигнализация утихнет пока есть тут 123000 меня железной руды сигнализация будет молчать как только вся руда закончится вот у меня здесь был депозит одна целый три десятых миллиона один три миллиона железной руды вот она уже истощается надо будет искать другие залежи депозиты все хватит сколько я записываю 50 минут сохраняюсь сохраняюсь с авигами с авигами 163 часа наиграл квит гамме квит гамме выхожу из игры и останавливаю запись маньякам раз раз останавливаю раз два три